В редакцию телеканала ЗАП-ТВ обратились представители общественной палаты и природоохранной прокуратуры. Они побывали в селе Ильинка. Его в буквальном смысле слова уничтожают золотодобытчики. На сегодняшний день продолжается добыча. Люди, естественно, возмущены, потому что у них сейчас возникает вопрос выпаса скота, сина, коса. Люди, которые находятся в состоянии, скажем так, самообеспечения, самозанятости, для них это, можно сказать, уже очень смерти подобно. Очень много вопросов, которые однозначно сейчас невозможно сказать. Это будет дальнейшим результатом и окончания проверки, и получения информации, и проведения, возможно, дополнительных каких-то проверочных мероприятий, в том числе управления Россельхознадзором, так как земли сельхозназначения. Поэтому на данный момент все в процессе проверка ведется. Съемочная группа ЗАП-ТВ побывала в селе. Оно действительно утопает в шлаковых отходах. Страшные последствия работы золотодобывающей компании впечатляют. Такую технику гоняют. Дороги все разбиты. Они и так у нас дороги давным-давно уже еле дышат. Такую технику прогнали не один раз. Дороги все разбитые. Вот ходили мы за грибы, буквально вот за речку вышли. Грибы, ягоды, все. Сейчас нам некуда идти. А ведь многие живут в летнее время грибами, ягодами. Продают, сдают, детей в школу собирают. Дело в том, что вот мы на своем сенокосе косили 60 лет. Там дед косил, мой отец. И у нас земля эта арендована. И у нас сделано межевание. И у нас на кадастровом учете все. Они вот золотодобывающие компании «Кварц». Они соизволили. Сначала 10 метров нашей земли заняли, потом 60 метров, потом 200 метров. Они у нас скрыли этот плодородный слой. Нам, в общем, косить негде, потому что у нас там замыло берега, вот речка вышла. И здесь вот. Ну, просто, как называется, рейдерский захват. Не знаем. Вот помогите нам. Вот это вот все. Просто невозможно. На ходу зеркала отваливаются. Да. У машин. И едет машина, зеркала отваливаются. Как говорится, вот ущемляет все, не обращает на нас ничего. Вот честно с вами. Самая устья, наверное, проблема в том, что у нас сегодня еще автобус придет до Илинки. А на завтра уже сказали, только до Нова-Троицка. До Илинки автобуса уже завтра не будет. Скорая тоже едут только до Ново-Троицка. До Илинки они не хотят ехать. Потому что вчера вот вызывала Елена Геннадьевна скорую и своему брату. Они отказались ехать в Илинку. Лесную дорогу прибрали напрочь. Я вчера поехала, я вчера просто хотела съездить на рыбалку. Я утопила свой мотоцикл. В прямом смысле слова. Я его с горым полом, конечно, вытащила. Ну, ничего. А озер-то нет. Они их просто закидали лесом все. И это все какую-то ерунду туда накидали. Но там вообще теперь рыбы нет. Жители стали замечать, что у нас пошла вода ржавого цвета. То есть они нашу речку загрязняют. А в этой реке купались наши дети. Вот речка протекает за моим огородом. Мы там брали воду на полив растений. Мы брали где-то, кипятили, в пищу употребляли. Теперь мы вообще боимся обратиться к этой реке. Она грязная. Она бежит ржавого цвета. Ситуацию в село Илинка можно описать как чрезвычайное ханство. Иначе без нецензурной лектики не получается. Закопали уже восемь озер. Русло местных речек разворачивается. И шлак оттечет прямо в деревню. Вода стала грязная. Рыбы нет. Озер засыпаются. Под Акулая засыпано примерно семь-восемь озер. На Евдокии засыпано четыре озера. И на Верхнем Стане засыпано три озера. Весь все отвалы, которые пустой породой, они сталкивают в озера. Перед этим они выловили всю птицу, которая прилетает сюда и выловит птенцов. Затем выловили рыбу, а потом просто засыпают озера. Раньше золото в селе Илинка добывали в шахтах. После распада Советского Союза открытым способом. Но почву восстанавливали. Дороги худо-бедно ремонтировали. Озера не засыпали, реки не отводили. Сейчас все иначе. Золотодобывающая компания привлекла инвестиции работников из числа иностранных граждан. С той стороны ответ был один, что мы делаем все нормально, но не проекты, которые затребованы прокурором. Ничего у них этого не было. То есть даже водоотведение у них, они сами речки отводят, куда хотят. Новые работники трудятся без устали, как муравьи. Работают очень быстро, одновременно на всех полигонах. Отвалы растут как на дрожжах. На восстановление почвы нет и намека. Обсуждения с населением по выдаче участков под добычу не было. Вообще тут не только простых сельчан, даже местных депутатов никто не слушает. Если мы по просьбе населения обращаемся к Совету депутатов, то у нас можем получить такое, что манала я ваше решение, даже от главы администрации. Вносим где-то изменения в устав, поправки эти, а она до манала я вас вроде бы. И все. Вот это ответ. В итоге полный набор. Незаконная вырубка леса, добыча возле водоемов, вскрытие плодородного слоя земли, да еще и на участках сельчан. Вкопанные в землю бочки с ГСМ, отвод русла рек, засыпание озер, отработанной землей. Разбитые дороги, а по сравнительно новому мосту, рассчитываем на нагрузку до 10 тонн, спокойно курсирует крупногарбаритная техника. Местные жители, общественная палата и природоохранная прокуратура надеются, что общественность и власти заметят погибающее село и среагируют. На совесть управления золотодобывающей компании рассчитывать не приходится. По-русски не понимают. Вячеслав Барнинский, Владимир Николаев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ